Ленский социально-реабилитационный центр для детей оказывает услуги, о которых мало кто знает. Уже почти год там готовы принимать детей по их личному заявлению или заявлению родителей. В центре ребенка накормят, сделают с ним уроки, отведут к психологу и обеспечат досуг. Мнение, что в социально-реабилитационный центр попадают только неблагополучные дети, давно не имеет оснований. Кто и с чем может прийти в приют, расскажут на корреспонденты наших коллег. Саша Серкин в Ленском социально-реабилитационном центре находится в последние часы. Его мать на днях лишили родительских прав и сегодня он уезжает в детский дом. Валдан. Саша сам захотел дать интервью. Он волнуется. Я со всеми прощаюсь, я всех буду знать, буду всегда скучать. И если я вернусь, то все меня узнают. Впереди у Саши другая жизнь. Без скандалов, драк, спиртного и пьяных взрослых. В общем, без всего того, с чем ребенок жил все свои 9 лет. Ленский центр для Саши Серкина, как и для многих других детей, был так называемой перевалочной базой. Сюда он приезжал каждый раз, когда комиссия изымала его из семьи, а суд решал, лишать родителей прав или нет. Долгие годы центр работал именно по такому принципу. Сюда привозили детей по направлению социальных служб. В последний год все изменилось. Теперь обратиться в центр может любая семья. Многие думают, что дети только из неблагополучных семей. То есть это совершенно не так. К нам часто обращаются родители из вполне благополучных семей. Например, с целью указания психологической помощи или с целью разрешения их трудной жизненной ситуации. То есть мы стараемся помочь в решении их проблем. Написать заявление на пребывание в центре могут и родители, и даже сами дети. В приюте ребенка накормят, сделают с ним уроки, отведут к психологу и обеспечат досуг. Оставлять на ночь детей не обязательно. Теперь в центре, кроме стационарного отделения, есть дневное. Мы стараемся всеми силами помочь им вытянуть оценки, закончить четверть с хорошими оценками. Помогаем выполнять домашние задания, организовываем внеурочную деятельность. Обратиться в центр могут те, кто не может найти общего языка с родителями, с верстниками или не справляется с волнением на экзаменах. Психологическая служба центра каждому ребенку уделяет особое внимание. В основном, конечно, у нас работа психологов заключается в сложные детско-родительские отношения, особенно в подростковом возрасте. Сейчас многие с этим сталкиваются. Также у нас проблема в городе есть, бродяжничество подростков. Очень многие подростки сейчас обращаются к нам сами. То есть они могут по личному заявлению также к нам обратиться, именно для психологической помощи. Новые правила центра недавно помогли многодетной одиногой маме Марии Кайгородовой. Когда она с младшей дочерью ездила в Якутск на операцию, двое старших жили здесь. Мария не переживала за их питание и уроки. Рядом с детьми были специалисты центра. Тяжелые времена в жизни Кайгородовых прошли, но они всегда с благодарностью вспоминают реабилитационный центр. Пока дневное отделение здесь не очень востребовано. Хотя каждый день педагоги ждут новых детей и готовы помочь. Наталья Беспалова, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край».